Перед нами главный Кавказский хребет. Его длина более 1100 километров. Непрерывная горная цепь тянется с севера-запада на юго-восток, от Черного моря до Каспийского моря. Если посмотреть на хребет со стороны, то конечно на первом плане мы видим выделяющийся Эльбрус. Он выше всех и остальные горы уже кажутся маленькими по сравнению с ним, но это не совсем так. Да, несомненно Эльбрус заслуживает внимания в первую очередь. Этот великан двуглавый потухший вулкан. Его высота более 5,5 километров над уровнем моря, а его ледяной панцирь имеет гигантскую площадь и толщину 200 метров. Поэтому Эльбрус называют маленькой Антарктидой. Большинство туристов приезжают на Кавказ в первую очередь, чтобы увидеть Эльбрус, самую высокую точку на Кавказе и в Европе. Но не все знают, что Эльбрус далеко не единственный пятитысячник здесь на Кавказе. В этом видео мы поговорим о самых высочайших и самых опасных вершинах Кавказа, которые можно спокойно сравнить с Гималаями. Я сам дважды бывал на Эльбрусе, но не стану пробовать зайти на эти вершины, так как они гораздо опаснее Эльбруса и требуют особой подготовки. Так вот, для разогрева коротко расскажем не о самых высоких вершинах, но довольно грандиозных и весьма заслуживающих внимания. Начнем с Северной Осетии. Поехали! Мы приехали в Кармадон и по ущелью реки Геналдон движемся почти к подножию горы Казбек. Казбек находится на границе России и Грузии. Это тоже потухший вулкан, как и Эльбрус. Последнее извержение Казбека было в 650 году до нашей эры. Его высота 5033 метра над уровнем моря. Это самый восточный пятитысячник Кавказа. С Казбека, можно сказать, и начинается главный Большой Кавказ. В этот поход в наши планы не входило восхождение на Казбек. Мы дошли до верхних кармадонских ван и почти дошли до истоков реки Геналдон. Отсюда и начинается главная тропа к вершине Казбека. На Казбек вполне возможно подняться, только необходимо быть хорошо физически подготовленным и иметь с собой необходимое снаряжение. Кошки, каску-ледоруб и страховочную систему. В общем-то то же, что и для восхождения на Эльбрус. Кстати, первым исследователем, покорившим вершину Казбек, был русский геодезист Андрей Васильевич Пастухов. Именно по этому маршруту он шел с севера через ледник Майли в 1889 году. Так что этот путь ведет в первую очередь на величественный Казбек. Следующая вершина Майли Хох. Эта гора находится рядом с Казбеком. Она как его продолжение, но все же это отдельная вершина. Ее высота 4598 метров. Как раз из Геналдонского ущелья она очень хорошо видна и благодаря ясной погоде весь поход по ущелью мы не могли налюбоваться ею. Мы двигались в сторону ледника Майли, который находится на склонах этой горы. Об этом есть отдельное видео на моем канале. Следующая вершина Северной Осетии, Джамарай Хох, находится в центральной части Большого Кавказа. Она имеет высоту 4780 метров. На ее склонах много ледников, жуткие ледопады. Один из ледников Медаграбин находится на западном склоне горы и считается одним из больших ледников на Кавказе. А на северном ее склоне лежит ледник Колка. Следующая гора Уилпота. Возвышается на 4646 метров от уровня моря и очень эффектно видна из Цейского ущелья. Ее сверкающие ледники завораживают, а висячие льды близко к себе не подпускают. Уилпота самая высокая вершина Цейской подковы и третья по высоте в Северной Осетии. Что интересно, на этой игре помимо сложных маршрутов, оказывается, есть и более доступные маршруты. Так что новички имеют возможность подняться на эту гору. А сейчас перенесемся в Грузию. Представьте себе, вы прогуливаетесь по верхней Сванетии. Альпийские луга, насыщенные ароматом горных цветов, реки, леса. Богатая природа Грузии. И над этим всем раем возвышается гранитовый великан с обледеневшими рогами. Эта ужба, неприступная гора, находится на территории Грузии в Верхней Сванетии. Достигает высоты 4700 метров над уровнем моря. Гора имеет две вершины, и в седловине между ними всегда дует сильный ветер. Это одна из самых опасных и сложных вершин Большого Кавказа, так как погода здесь очень непредсказуемая, а склоны крутые и есть ледопады. Несмотря на это, на гору ведет более 50 разработанных маршрутов. Северная вершина Ужбы, которая на 20 метров ниже Южной, впервые была покорена в конце 19 века, а Южная вершина в начале 20 века. Ну а теперь пришло время повидать самые большие горы Кавказа. Так вот, чтобы подойти поближе к этим громадным великанам, нам нужно будет забраться повыше. Мы едем к самому высокогорному автомобильному перевалу в России, Чигет-Джера. Еще его называют Школьный Перевал. Для этого нам понадобится сначала доехать до Верхней Балкарии по Черек-Балкарскому ущелью. От Верхней Балкарии идет дорога направо, в сторону этого перевала. По ней мы и начнем двигаться наверх. Все обычно на джипах сюда поднимаются, ну а я пешком. На следующий день, после ночевки на Кашаре, я оказываюсь на вершине этого перевала. Здесь высота 3100 с лишним метров над уровнем моря. И какие виды тут перед нами открываются. Яков мы прошли стороной, высота здесь уже приличная, в сторону перевала мне туда. Итак, величественные горы Кавказа, они прямо здесь, вот они. Именно здесь начинается знаменитая Безингийская стена. Здесь все пятитысячники, здесь сосредоточены самые высокие горы Кавказа. Именно сюда съезжаются альпинисты, профессионалы со всей России, самые серьезные люди. Именно здесь проходят подготовку перед восхождением на вершину мира, на Эверест. Почему именно здесь? Потому что эти горы, Безингийская стена, эти горы по своему характеру похожи на Гималайи. Их называют маленькие Гималайи. Сложность подъема очень похожа на сложность подъема на вершину Эвереста. Вот так. С перевала Чигеджера четко видны две высочайшие вершины Кавказа, как на ладони. Думала Тау 4681 метр и Каштантау 5152 метра над уровнем моря. Каштантау один из множества вершин Пятитысячников, которые держат эту могучую многокилометровую Безингийскую стену, скованную льдами и вечными снегами. Каштантау считается одной из труднодоступных вершин среди Пятитысячников Кавказа. Если при восхождении на Эльбрус мы просто идем по крутому ледяному склону, то здесь нам придется карабкаться постоянно наверх с кучей альпинистского снаряжения, так как все маршруты здесь очень сложной категории. От четверки Б до шестерки А, а это считай вертикальные стены. При прохождении по самым сложным маршрутам понадобится страховочная система, несколько скальных и ледовых крючьев, два скальных молотка, 12 карабинов и 4 пары кошек. И это все с собой надо тащить, везде. Это, пожалуй, точно не для меня. Местами маршруты идут через ледопад, постоянно есть риск схода снежных лавин. А еще может прилететь ледяная глыба прямо по голове. Без каски и другого снаряжения идти на гору смертельно опасно. Это мы еще не говорим о погоде в этих горах. Она здесь может измениться за полчаса и никакой прогноз не сможет предугадать внезапный ветер страшной силы, который срывает с ног в прямом смысле слова. В августе 1888 года на Каштантау поднималась группа альпинистов из четырех человек. Двое англичаней и два проводника из Швейцарии. Все погибли при восхождении на гору. В настоящее время Каштантау является популярной меткой для альпинистов. Следующая гора Дыхтау. Это, пожалуй, наивысочайшая вершина Кавказа, вторая по высоте после Эльбруса. Ее максимальная высота 5204 метра над уровнем моря. Дыхтау это не просто гора, это целый массив. Она не менее опасная, чем Каштантау, а то и более опасная. Ее называют Крутая гора или Зубчатая. Так как ее склоны очень отвесные, а гребень остроконечный, на горе часто бывает камнепад и сход снежных лавин. Дыхтау, как и Каштантау и все здесь пятитысячники, входит в список десяти вершин Российской Федерации. В восточной части этого же массива имеется вершина Межргитау. Она состоит из двух вершин, западная и восточная. Западная достигает высоты почти 5050 метров, а восточная Межрги по высоте чуть ниже 5000 метров. Есть версия, что гора Межрги названа в честь балкарского пастуха Мажир-Аттаева, жившего в селе Безинги и в середине 19 века совершившего восхождение на ее вершину. Следующая гора Шхара. Она находится в самом центре главного Кавказского хребта и является его самой высокой точкой. Главная вершина Шхары 5193 метра. Также есть западная вершина 5068 метров и восточная 4866 метров. Это, пожалуй, самая монолитная часть Безингийской стены, если можно так сказать, четко разделяющая юг и север на границе России и Грузии. Шхара является третьей по высоте вершины в России и самой высокой точкой в Грузии. Со Сванетии на нее можно подняться. Естественно, только профессиональные экстремалы смогут это сделать. На северном склоне горы ледник Безинги. Его длина 17,5 километров, а общая площадь 36 квадратных километров. Это самый большой ледник на всем Кавказе. А на южном склоне горы ледник Шхара. У подножия горы с южной стороны, на высоте 2200 метров, находится село Ужгули. Ужгули является ценным архитектурно-историческим памятником. И отчасти благодаря этому верхняя Сванетия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Ужгули считается одним из самых высокогорных поселений в Европе, где спокойно продолжают жить люди. Ну а мы сильно не будем углубляться в долины, так как у нас пятитысячники еще не закончились. Следующая вершина – Джангитау или Джанги. Эта гора также находится в центре главного Кавказского хребта и является одной из вершин 13-километрового Безингийского массива. А если быть точнее, она идет сразу вслед за горой Шхара. Ее максимальная высота – 5085 метров над уровнем моря. Считается пятой по высоте вершины в России и второй по высоте вершины Грузии. Следующая вершина вслед за Джангитау – пик Катентау. Высота 4979 метров над уровнем моря. Катентау в переводе с балкарского означает «Женщина-гора». Гора расположена у истоков реки Черик-Безингийский. Кажется, мы потихоньку идем на понижение. Следующая вершина Безингийской стены – Гестола. Ее высота 4860 метров. Да, она уже не совсем пятитысячник. Однако, Гестола входит в список самых сложнейших вершин Кавказа. На горе есть множество скально-ледовых маршрутов, категории сложности от Троечки-Б до Пятерки-Б. Гестола – очень красивая гора. Она выделяется за счет своей интересной формы. Она как отдельная пирамида, как и гора Каштантау, которая выделяется в форме шатра. Следующая выделяющаяся вершина – Тетнульт. Ее высота 4869 метров. Тетюльт находится рядом с вершиной Гестола на отдельном отроге Безингийской стены на территории Грузии, в Верхней Сванетии. Общая площадь ледников на склонах горы – 46 квадратных километров. Грандиозная вершина. Неописуемо красиво в этих горах. Я бы прогулялся здесь, если бы маршруты были не такие сложные. Ну, наверное, эти виды того стоят. А дальше идут вершины уже ниже 5000 и в основном четырехтысячники. Эти вершины тоже входят в Безингийскую стену. Пик Шота Руставели – 4860 метров. Крумкол – 4676 метров. Пик Тихонова – 4670 метров. Гора Техтинген – 4611 метров. Миссис Тау – 4427 метров. Ляльвер – 4350 метров. УКЮ – 4346 метров. Пик Есенина – 4310 метров. И другие вершины. Тем, кто досмотрел видео до конца, отдельный бонус. На границе с Карачаево-Черкесией и Абхазией есть интересная гора. Дамбай-Ульген. Высотой 4046 метров. Это самая высокая гора на границе Карачаево-Черкесии и Абхазии. Далее. Адыгея. Гора Фишт. 2867 метров. Фишт находится на территории Большого Кавказского Государственного Биосферного Заповедника. Это самая красивая и самая высокая гора Западного Кавказа. Далее. На границе Азербайджана и Дагестана есть интересная гора. Базар Дюзю. Ее высота – 4 466 метров. Это самая высокая точка на Восточном Кавказе. И это самая южная часть России. Дальше. Дагестан. Гора Шалбуздак. 4150 метров.